Всех приветствую! Сегодня я хочу попробовать сделать себе шаговую горку. Пока у меня есть только фанера 9 мм, ну и желание. Разжился фрезером и приобрел фрезу вот такую 2 мм. Будем ей пробовать. Соорудил приспособу для кругов, насверлил дырки. Можно приступать к фрезеровке. Продолжение следует... Все, круги дорезал. Не без потерь. Минус 1 фреза. Неправильно подобрал обороты и скорость подачи. Сгорело, короче. На данный момент получился вот такой результат. Склеил 2 фанерки. По 9 мм. Получилось 18 мм. Одной, конечно, маловато. Сейчас буду думать, как ножки приспособить. С фанерой закончил. На ножках уже стоит. В принципе, готово. Купил болт на 10. Самый длинный, какой был в магазине. Дальше только шпилька. Но шпилька мягкая очень. Попробуем на этом болту отрепетировать. Купил удлиненные гайки. Токарь мне их заточил. Конуса будут. Сейчас надо просверлить отверстие. Отверстие просверлил. Ось на месте. А вот и первый винт на моей шаговой горке. Винта хватает. Даже вот запас. Сейчас винт в максимально нижнем положении стоит. То есть, все нормально. Осталось теперь сами уголки сделать. Снял краску с винта. Хотел, конечно, только с лопастей снять. Но получилось как-то так. Всю снять. Это из-за того, что аэрозольный баллончик был. Случайно попало и сюда. Тоже вспучило краску. Пришлось все снимать. Такая поверхность у него под краской. Такой шуршавый весь. Снялось все обычной смывкой дешевой. Но смывается, конечно, не очень хорошо. Не как масляные краски. Надо дольше выдерживать. Но, в принципе, все получилось. Чтобы узнать длину вот этого катета, умножаем диаметр окружности на число π. Ну, то есть, длину окружности вычисляем. Рисуем. Вот этот катет. Это у нас шаг винта в дюймах. Ну, можно для удобства на 2,54 умножить. В сантиметрах получится. И прочерчиваем гипотенузу. Я тут для удобства буду делить просто это все на 3 части. Мне, в принципе, по размерам подходит. Буду забирать вот этот треугольничек. Сейчас его вырежу ножницами. Наложу на металл. И уже выпилю в металле. Вот такая картина. Примерно по всем диаметрам так. Не знаю, только видно, нет. Но тут по-другому не знаю, как показать. Все-таки надо ось в шаговой горке подлиннее делать. Винт повыше ставить. И угольники эти шаговые тоже повыше делать. Чтобы хоть смотреть было удобно. Для индикации прогрева мыло намазал хозяйственное. И вот теперь видно, что у основания не прогревается лопасть. Это из-за того, что винт лежит в воде. Вода забирает на себя тепло. То есть прогреть можно только как-то вот так. Ладно, буду пробовать гнуть. Винт готов. Получился, конечно, не идеальным. Но это мой первый опыт. Соорудил из подручных средств стенд для балансировки. И уже вычислил, что самая тяжелая лопасть. Это первая здесь получается. Как ни ставь его, все равно единичка будет внизу. Готово, винт отбалансирован. Все, осталось только полирнуть и можно испытывать на воде. Проверить винт так и не получилось нормально. Не могу я больше 32 км в час идти на этой лодке. Ну, на 32 уже кидать начинает. И прям боком ставить лодку. Страшно. Я в один момент уже думал, что все, перевернусь. Но винт получился явно не хуже, а даже точно лучше, чем китайский девятым шагом. Меня это радует. Это мой первый опыт перегибания винтов. Хоть и не получилось сегодня рекорд новый побить, но хотя бы опыт я получил по перегибанию винтов. Я думаю, это в будущем пригодится. Прошлые доработки. Вот, например, поворотный механизм. Мне очень понравилось. Я говорил там в старых видео, что у меня в одну сторону он легче крутился, в другую ту же. Неприятно было. Теперь поворачивается идеально. Ну и вот этот зажим ноги и ручки газа тоже работает идеально. Надо будет проверить на рыбалке в реальных условиях. Но пока все нравится. Проверил затяжку ноги. Ну, работает и газа. Даже с учетом, что он очень дерганый этот мотор. На маленьких оборотах держит. Не сбивается. Вот скорость. 3,7-3,6 км в час. То есть работает. Это получилось. И еще сегодня я защитил эту, вернее усилитель на поставил. Конечно, от пузырей он полностью не спасает, получше становится. Но такой эффект получается. Распрыгиваться лодка начинает. Причем как в резонанс ходит. С учетом, что на воде почти штиль. Практически. Вот. Распрыгивается лодка, распрыгивается. Газа если убрать немножко, она опять начинает идти нормально. И потом начинает опять распрыгиваться. Не знаю, первый раз у меня на этой лодке такое. Не могу понять в чем причина. А так, на сегодня все. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok